Ариет в ту ночь решил поработать подольше. Последний заказ взял уже под утро. Это было по пути домой. В машину сели четверо молодых людей. Явно на веселе. Попросили довезти их до ближайшей станции метро. Уже на месте парни передумали и решили ехать в кафе. Якобы оно находится неподалеку, где-то во дворах. Но поиски успехом не увенчались. Нужного заведения попросту не было. Таксист стал догадываться, что-то здесь не так. Тогда он решил побыстрее высадить подозрительных пассажиров. Давайте, ребята, расплачивайте и все, давайте отпустите меня. Я поеду домой. Ну, они там сказали, что с карты надо денег снять, надо до Сбербанка доехать. Эту просьбу водитель тоже выполнил. Вот такси останавливается возле отделения банка. Молодые люди для вида вышли на улицу, но за деньгами идти никто из них не собирался. Они просто выжидали удобный момент. Как только таксист отвлекся, один из парней отобрал у него планшет и вся компания бросилась на утек. Водитель догнал злоумышленника, но в этот момент двое других пассажиров напали на него и сбили, после чего все вместе скрылись. В ходе патрулирования территории сотрудники полиции по горячим следам недалеко от места происшествия задержали подозреваемых. Все задержанные земляки, все студенты. Этот молодой человек, к примеру, будущий управленец, уверяет, планшет они не отнимали. А таксист сам ни с того ни с сего полез в драку. Вот такой, видимо, бесстрашный. Один против четверых. Этот киргиз, я шел дальше, этот киргиз, сзади меня вот так дернул. Я один раз его ударил. Его подельник утверждает то же самое. Драку затеяли не они. Ты в драке участвовал? Нет, я видел их. То есть ты не дрался, ты просто разнимал, да? Да. Получается, что никто таксиста не избивал. А вот откуда у него ссадины и сотрясение мозга, задержанные объяснить не могут. Сейчас вся компания за решеткой дожидается суда. Им грозит внушительный тюремный срок. Кирилл Антонов, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.